Когда что-то одно идет не по графику, не по плану, начинаю забивать и на другие части плана, типа смысл дальше идти по графику, если уже не будет идеального выполнения плана. Это типично, и вот что надо делать, я это проходил. Потом я нашел одно классное излечение, оно звучит так, что мы делаем первый канал не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы понять, как это работает. И вот если вы что-то пропустили, то я бы вам рекомендовал дальше идти, потому что уже к следующему блоку, к следующей итерации, к следующему походу вы будете уже знать, как там. И очень может быть, что там гораздо проще, чем мы думали. И у вас мозг, ваше сознание, оно тормозит вас на пути дальше и говорит вам, что типа, ну что ты там дальше делать. Что ты там будешь, ты и это, ты и теги не выучила, и название не сделала, и контент плана у тебя нет, и там вот дальше еще тяжелее. Если ты в самом начале, понимаете, в самом начале самое тяжелое. Потому что мы даем в самом начале столько много и тяжело, чтобы дать вам понять, что дальше не будет проще, но дальше будет веселее. Дальше вы будете результат, но почему, потому что многие идут наоборот, они вам сначала дают легко. Вот я вчера спрашивал у человека, который прошел курсы. Я говорю, ты прошел курсы ютуба, у тебя вообще нет никаких знаний. Сколько ты отдал денег? 13000 рублей. Я говорю, окей, а сколько у вас таких было умников? Вот 60. Я говорю, а сколько дошло до финала? 5. То есть 55 человек отвалились на первых там двух неделях. То есть они пришли, заплатили 13000 рублей за сказку, а потом, когда поняли, что им не дадут кнопку бабло, они ушли. Они потеряли свои 13000 рублей и ушли. Потому что оказалось, что надо там впахивать и не будет результата за два месяца. То же самое и здесь, вот я изначально даю вам много в клубе на курсы, чтобы вы поняли, как это работает. Если вы что-то пропустили и у вас пока нет мотивации, пробуйте дальше. Идите чуть дальше, посмотрите наши стримы, наши уроки, потому что мотивация приходит во время, вот это главное. Мотивация приходит во время выполнения, она не приходит перед. Многие думают, что мотивация, вот сижу я такой и жду мотивации, мотивация, мотивация такая, да иду, бегу, бегу, бегу. Нет. Мотивация приходит во время, когда у вас получается, когда вы начинаете. Вот смотрите, как у меня мотивация идет, да, условно. Я начинаю работать, потом устаю, потом вижу, что конкуренты бегут вместе со мной. У меня включается второе дыхание, я вижу, что один отваривается, второй отваривается, да, у меня, я думаю, о, я понимаю, что когда мы бежим 200 человек, 200 каналов, да, я потом начинаю бежать и понимаю, что у нас уже 190, то есть мне уже бороться меньше, да. Потом бегу, бегу и потом понимаю, что о, а мои конкуренты в субботу не работают, нас уже 100, а они еще не работают в воскресенье, нас уже, а потом у них там завтра 23 февраля, а потом 8 марта, они будут там праздники, а я буду бежать, я в марафоне. И вот тогда, когда я начинаю бежать, я уже понимаю, что я бегу не с 200 каналами, а с 20, вот тогда открывается третье дыхание, вот открывается мотивация, но чтобы так получилось, надо бежать. Если вы будете стоять и себе объяснять, то вы будете вечно неудачником, нормально, ну почему, потому что вот у 5 процентов только получается, у 5, а остальные 95 работают на эти 5, ну это же просто, и вам выбирать, на кого вы будете работать, на себя, либо на эти 5 процентов, которые получились. Все предельно просто, пара-бара-бам. Папа-пап. Продолжение следует. Продолжение следует...